12 лет назад Наиля Сатарова приютила у себя молодую женщину на позднем сроке беременности Оксану, а позже и ее новорожденного малыша. Наиля окружила любовью и заботой. Спустя некоторое время, по словам Наили, Оксана попросила помочь ей в оформлении соципотеки. Наиля заплатила первый взнос в 59 тысяч рублей, а позже, по собственному признанию, ежемесячно оплачила кредит за квартиру, в которой жила Оксана с ребенком. Обстоятельства сложились так, что спустя какое-то время Наиля осталась одна в своей квартире, и тогда девушка обратилась к ней с очередным предложением. Давай вместе съездимся, я перейду правом в свою квартиру, я перейду к тебе, ты будешь мне помогать ребенка смотреть в роли того, что... А я буду заботиться о тебе. Я, например, так и думала, что это договор ленты. К тому времени Наиля уже перенесла инсульт. По ее словам, она плохо помнит поездку к нотариусу, полностью доверилась Оксане, подписала все, что сказали, была уверена. Рядом с ней родной человек, который не обманет, но уже очень скоро поняла, что ошибалась. Оксана, вот это ее, ну как сказать, ну истец уж мы сейчас называем, да, вот эта вот девушка, она обратилась в суд о выселении Сатаровой без предоставления жилья. Основывалась на том, что данная квартира была Сатаровой продана. Вернуть родную квартиру через суд унылий не получилось. Подписанный ею договор продажи собственной квартиры к тому моменту вступил в законную силу. Пенсионерку уговорили подать апелляцию, и она уже дала согласие, но потом вдруг отказалась бороться. Она сказала, я не буду, мне жалко эту Оксану. У нее там ребенок, то есть она вот как-то вот повела себя очень добросовестно, я считаю, в этом плане, даже переступая через свои права. Нам удалось связаться с Оксаной по телефону. Женщина, сославшись на занятость, встретиться отказалась. Посоветовала обратиться с вопросами к ее адвокату. Решение туда состояло, так сказать, все интересы затрагиваются. В данном случае понимаете, мы не можем даже комментировать, поскольку затрагивает интересный несовершеннолетнего ребенка, потому что квартира принадлежит ребенку на праве собственности. Решение туда состояло, все точки на дыр оставлены, так сказать. Поэтому я считаю, что вот эти комментарии вполне достаточно. Формально суд прав, то, что он выселил. То есть с формальной точки зрения есть договор, который не оспорен, не признан в недействительном. Но с человеческой точки зрения, конечно, это случай изряд вонно выходящий. Наверняка в этой истории очень много так называемых подводных течений. Человеческие отношения простыми бывают редко. Только факт остается фактом. Пожилая женщина приютила у себя беременную девушку и в результате лишилась всего. Средств к существованию квартиры, в которой прожила всю свою жизнь. Лишилась потому, что, по ее же словам, всю свою жизнь следовала собственной заповеди. Можешь сделать добро – сделай. Что вы дальше планируете делать? Я не знаю. Я планирую залезть на крышу и сброситься под ее балконом. Я не мерзкая. Это на такой степени мерзкая. Мне некуда идти. Мария Молочникова, Игорь Бузов, Геннадий Федосеенко и Владимир Ладышкин. Эфир 24. Ему квартиру купила. Ему квартиру купила.